Всем привет, я Ростоцкий, а это Crusader Kings 2, и сегодня мы продолжаем играть за нашего великолепного понтифика Максимуса Гектория Жестокого. В прошлой серии мы с вами смогли реформировать нашу религию, эллинское язычество. Мы захватили с вами все пять священных мест, в том числе великолепный Рим, конечно же. Сейчас мы туда перенесем столицу, поскольку вы проголосовали за перенос столицы в Рим. В принципе, в вопросе смысла не было, потому что очевидно, что Рим для нашей страны как столица подходит намного лучше. Кстати, технологии, сейчас мы их прокачаем. Да, в прошлой серии мы с вами реформировали нашу религию, теперь мы владеем коллегией понтификов, являемся главой коллегии понтификов. Моральный авторитет нашей религии 100%. Давайте посмотрим, у каких религий еще есть 100%. Конечно, у германского язычества и у сунизма. Кстати, у нашей религии размер всего один, в то время как у германского 134 и у сунизма 225. Но скоро, я думаю, мы их сможем обогнать, и все будет у нас хорошо, прекрасно, великолепно, замечательно. В прошлой серии я также просил вас придумать название для нашей религии, потому что колофат не совсем подходит нашему великолепному Гекторию. Нужно что-то сильное и что-то осмысленное. Поэтому я устроил опрос и, конечно же, победил Сифилис, как единственный враг великого Фюлькера Арста, который смог ему нанести вред и который был для него настоящей угрозой. Из-за Сифилиса Фюлькера Арста очень многое потерял. Надеюсь, с понтификом Максимусом Гекторием такое не случится. Кто-то писал, что это какие-то несерьезные названия, нужно выбрать что-то круче. Но, по-моему, это именно то, чем мы тут занимаемся. А именно, развлекаемся и веселимся. И я подумал, что Сифилис, это действительно, возможно, не совсем серьезно. Поэтому решил выбрать идеально греческое название для нашей династии, а именно Сифилис. Гекторий Сифилис, его великолепная династия. Никакого Сифилиса, только Сифилис. Итак, чем мы займемся в этой серии? Во-первых, нам теперь доступны огромные священные походы. И мы с вами без проблем можем обвить войну любому, огромному государству и захватить у них огромный кусок земли. В этой серии я бы хотел создать империю. Для этого нам надо контролировать три королевства. Я не совсем уверен, но из-за того, что коллегия понтификов считается, как бы, королевством, то, по идее, это уже будет считаться за одно королевство. Нам с вами нужно три. Плюс надо восемь тысяч престижа и тысячу золота. Ну, это не так уж и сложно. Почему я не хочу создать какую-нибудь империю, которая уже существует, например, Италию или Византию, узурпировать? Потому что мы потеряем наш великолепный цвет, и наша страна больше не будет коллегией понтификов. Это будет Византия, либо Италия, либо что-то еще. Мне это не нравится. Я считаю, что мы должны оставить наш цвет в наш великолепный герб, и поэтому мы создадим свою империю сами. Не знаю пока на кого мы будем нападать, но давайте посмотрим, что мы вообще можем сделать. Создать герцогство с Тримон можем. Я потерял, правда, много денег, но ничего. Потом это герцогство я отдам, наверное, домой своих сыновей. А у меня есть здесь какая-то провинция, без понятия, как она у меня тут оказалась. Но давайте сделаем тут вассала, и дадим ему независимость. Мне земли здесь ни к чему. Окей, а кто тут вообще правит? Аль Джазира. Звучит круто. И герб у них классный. В наших решениях, также в прошлой серии, я хотел создать олимпийских чемпионов. Но мне не хватает сейчас золота. Мы его быстренько накопим и создадим, конечно же, олимпийских чемпионов. Плюс. Надо попросить придворных покинуть двор, потому что у меня их слишком много. И еще нам надо создать мирмидонцев. В прошлой серии я неправильно прочитал условия создания мирмидонцев. И мне показалось, что здесь нужен тысяча сотый год, как минимум. Но нет, нет. Нам нужно полностью контролировать Турму Рим. А Турму Рим мы не контролируем полностью из-за того, что здесь есть какой-то барон, который относится к Италии. Баронство Дуксулум. Его нужно, конечно же, забрать у Италии. Это первое будет, чем мы займемся. Поэтому запускаем время. Сейчас мы накопим немного денег, чтобы объявить войну. И можно объявлять войну Италии. Нет, священный поход нам не нужен. Нам надо добрать владение Рима. Хотя можно сделать священную войну, кстати. За герцог стволации мы заберем себе еще две провинции. Арбитела и Арвьета. Даже если кто-то присоединится, им очень сильно не поздоровится. Теперь поднимаем наших великолепных бойцов. Я думаю, пешком пойдем в Италию. Конечно же, делаем жертву богам минимальную. Потому что мне надоело много денег тратить на этих богов. Пусть мы их очень сильно любим. Стретить свое великое сооружение приостановлено. Апостольский дворец. Комната для дуэри. Тут строится? Окей. Пусть строится. Как дела у Фюлькера Арсты? Он воюет против короля Альдеберта Заколдованного. Это Аквитания. И он хочет здесь забрать какой-то округ, видимо. Вообще, империя Арсты довольно-таки большая сейчас. И некоторые его земли вообще разбросаны непонятно как. И даже не соседничают друг с другом. Ну и ладно. У него тут своя жизнь. У нас своя. Давайте собираться. Скорее всего, сейчас мы немножечко повоюем. И, конечно же, против нас создадут оборонительный союз. Вряд ли кто-то нам позволит спокойно разъедаться. Ну то есть, они попытаются нам помешать. Но, конечно же, у них ничего не получится. Еще никто не смог остановить Гектория. А здесь что происходит? Почему Константинополь осаждают? А, ну да, Арстовоид против всего мира же, точно. Все-все в сборе, можно идти в Италию. К священной войне, кстати, никто не присоединяется. Никто не хочет помогать Италии. Давайте сразу же осадим это оборонство, которое нам надо забрать. Оп, готово. И пойдем теперь в итальянские земли. Почему у меня тут корабли поднялись? Распустить. Сколько лет осталось моим сыновьям? Один у меня уже вырос. А, еще один вырос. Аристотель. И принц Пасхалий. В общем-то, у меня все дети почти выросли, кроме принцессы Павлины. Да, в прошлой серии я еще сделал для нашей религии священные браки. То есть, близкие родственники могут жениться без проблем. И было бы неплохо, конечно, всех наших детей друг на друге поженить. Но уже на самом деле поздно из-за того, что мои дети вышли замуж за других людей, уже нарожали детей. Я думаю, что можно сделать кое-что очень интересное и очень жестокое. Но не даром же нашего Гектория зовут жестоким. Мы убьем всех мужей, всех жен наших детей. И, к сожалению, наших внуков тоже убьем. Такова жизнь. И затем заключим священные браки. Ужасная идея, я знаю. Но жестокости Гектория нет предела. И скоро об этом узнает даже Фюлькер Арста. Вообще, где находится итальянская армия? А почему я тут бегаю, захватываю, а они до сих пор не появились? Ага, они бегают где-то здесь. Ну ладно, пусть бегают. А, у них еще три войны помимо нашей. Ну ладно. 68%? О, нет, вот они пришли. И сейчас мы их встретим. Добрый день, итальянцы. Мы вас тут уничтожим, вы не против? Ого, у них полководец 29. Это круто. Но мы его все равно уничтожим. Военный отряд, который возглавляет Эйрик, покинул ваши земли, отправляется в дальний поход. Видимо, он желает искать удачу самостоятельно. Эм, окей. Отправляйся. Стоп, это был мой тайный советник. Теперь мне нужен новый. А, у меня есть как раз мой сын. Так, заговоры, кстати, надо делать против мужей и против детей моих детей. Все, 100%. Италия, до свидания. Теперь мы полностью контролируем Рим, полностью контролируем герцог Тволаций. И можем создать мирмидонцев. Только благочестие надо и все. Мирмидонцы это просто духовный орден, если что. То есть ничего особенного в этом нет. Но почему бы не создать? Ага, и здесь какой-то город независимый сидит. Не хочешь ли ты стать вассалом? Нет. Исправим сейчас. 168 человек сейчас придет к нему в гости. Ой, стоп, у них 2000. Ладно, видимо, не придет. С одного города поднять 2000, это, конечно, серьезно. Один мой сын уже женат на моей дочери. И, кстати, он гомосексуал. Ну, ничего. Я его не осуждаю. Его мать, в принципе, была такой же. У другого моего сына жена непонятная какая-то. У принца Гектория, моего наследника, тоже непонятная жена. Ну, и у первой дочери тоже. Нам нужна армия, жертва богам. Теперь прыгаем на корабли. Ага, недостаточно. Собираем наш могучий флот. Так, прыгайте, ребята. И давайте сюда. А, стоп, 2000 это не армия этого города. Это авантюрист пришел сюда. Ну, ладно. Я-то думал, это его армия. У него вообще 590 человек. И он их даже не поднял. Может быть, он сдастся? Нет. Мы проигрываем, но еще не побеждены. Ну, да. Если этот авантюрист попробует ограбить хотя бы одну мою провинцию, ему лучше бежать. Все, взяли город. Забрали его. Отлично. Создадим герцог стволации, чтобы оно мое было. Так, сколько у меня герцогств? Три. Думаю, вот этот стримон можно отдать моему сыну. Принцу Аристотелю. Нет, не Аристотелю. Принцу Пасхалию, да. Потому что я бы хотел, чтобы мои центральные земли были здесь. Рядом с нашей столицей, рядом с Римом. А все вот эти, я думаю, мы потом отдадим нашим сыновьям. Ну, или просто себе новых вассалов найдем. Окей. Теперь эти земли все полностью наши. Прекрасно. Нам остается только накопить денег. Для создания обществ. Делаем заговор. Готово. Дорогая дочурка, возвращайся домой. Она не хочет, потому что у меня другая религия? Не понял. Она приняла православие. Дочь, дочь. Ты меня разочаровала. Ты должна была стать женой для своего брата. Дадим ей денег. Все равно не хочет. Ладно. Принцесса Маргарита. Она спас Халием. Придется тогда убить жену Аристотеля. Потом его дочь. Извини, сынок. О, нет, Елена Сифилис все-таки прибыла ко двору. Ну, правильно. Нечего этом делать. Надо ей сразу религию сменить. Готово. Так, сынок, извини меня, конечно, но моя внучка Феоктиста Сифилис должна покинуть этот мир. Мне неприятно это делать, но... Ага, никто не хочет ко мне присоединяться. Это из-за того, что к ней все хорошо относятся. Ладно. Внучку мы тогда пощадим. Так уж и быть. Но сейчас мы найдем нашему сыну новую жену. Его сестру, принцессу Елену. Так, женись на Аристотеле. Готово. Великолепно. А, ну, получается, мы все сделали. Внуков, так уж и быть, убивать мы не будем. Все-таки это дети. Пусть живут. Просто хочу, чтобы у наших детей родились свои дети. Общее. Ладно, это странно. Окей, мы разобрались с нашими детьми. А, стоп, у меня еще принц Гектория есть, у него жена. Ее тоже надо устранить. И давайте думать, какое королевство нам захватить при помощи священного похода. Мы сможем захватить только одно. Я точно не знаю, какой там перерыв между этими всеми походами. Но захватывать каждое королевство мы не сможем. С помощью этих войн надо будет ждать какое-то время. Какое время, я не знаю. Поэтому надо определиться. Можно забрать у Византии королевство Анатолию. Или Грецию. Но Грецию я и так смогу обычными священными войнами забрать. Так что Греция нам не совсем подходит. Что насчет Арабской империи? Ого. Огромная Аравия. Хотя она не такая огромная на самом деле. Это просто толстые провинции. Да и Лем. Но это нам точно не надо. И Иерусалим можно забрать. Хотя он тоже бесполезный. Персия. Сирия. Нет, нам надо что-то. Желательно вот где-то здесь. В этом участке. Тут Баварское восстание. Слушайте, а почему бы нам не забрать Италию? То есть мы сделаем весь этот сапог своей империей. Тут как раз и есть несколько королевств. Романия, Сицилия и Италия. Именно их мы и заберем. Давайте посмотрим. Священный поход на Италию. Ну вот, довольно-таки большой кусок. Хотя, конечно, тут границы ужасные. Поэтому придется потом все это еще дозахватывать. Давайте убьем быстренько короля Италии. Хотя я там против жены своего сына делал заговор. Ну ладно. Про них мы точно не забудем. И в принципе, пока мы ждем, можно, например, с Романией повоевать. Если я все правильно понимаю, то весь мир сейчас сфокусирован на Арсе. И на его войне против Аквитании. Но он побеждает все равно 84%. Поэтому объявляем войну Романии. Без всякого страха. Даже если бы ни с кем не воевали, страха бы у нас все равно не было. Забираем себе с поля то. Думаю, нам хватит вот этих ребят отсюда. Пока у нас в Риме еще новое управление не устаканилось. Ополщения там нет. Жертвуем богам. Да, я деньги собрал, но олимпийских чемпионов забыл сделать. Посматривайте вниз. Да-да. Интересно, когда это баварское восстание закончится. Но они походу проигрывают. Провал. Король Амелин II заметил подпиленные перила. К сожалению, плотник сдался охране и заодно выдал вас. Заговор раскрыт. Да и ладно. Его это все равно не спасет. Наш священник, кстати, очень быстро обращает в нашу религию провинции. Рим уже обращен, хотя я его только закинул туда. Но вообще у нас всего две провинции сейчас в нашей религии. Маловато, конечно. Арста победила Квитанию? Ну, оно и неудивительно. Пока что Арста не побежденный, если я не ошибаюсь. Я не помню, проиграл ли я за него хоть одну войну. По-моему, нет. Но и Гекторий тоже еще ни в одной войне не проиграл. А ведь Гекторий еще молод по сравнению с Арстой. Ему всего 45, в то время как... Арсте уже 129 лет. О, наконец-то у нас есть деньги. Создаем олимпийских чемпионов. Олимпийские чемпионы. Понтифик Максимус Гекторий объединил атлетов, гладиаторов и вообще всех-всех крутых ребят в единое братство, которое называется Олимпийские чемпионы. Мы будем бить друг другу морды. Мы будем бить друг другу морды, участвовать в дуэлях и жить прекрасно. Звучит весело? Да-да. Открою вам небольшой секрет. Я могу сделать легендарное собрание, но оно не будет работать, потому что Арста уже герой, уже высшего ранга в этом обществе. И почему-то шкала легенды не заполняется, когда он лидер, поэтому нам пройдется погибнуть от общества, но перед этим мы, конечно же, выберем военную специализацию. А, я не могу. Воинские тренировки мы сделаем, да. Гекторий, десница богов гордился бы тобой, сказал принц Пасхалий, закончив напевать незнакомую песню. Я придумал эту мелодию, пока мы маршировали, добавил он. Тебе следует запомнить ее, брат, отметил я. Она поддержит боевой дух солдат. Конечно. Мой сын Пасхалий? Теперь я Энеатор. Я буду поднимать боевой дух своих солдат при помощи музыки. Блин, хотелось бы мне услышать эту прекрасную песню из уст Гектория. Все, теперь можно покидать это общество. И потом уже сделаем легендарное собрание, когда снова достигнем последнего ранга. Это произойдет очень быстро. Ряд мерзких слухов ходит обо мне в последнее время. С большим трудом мне все же удалось выяснить, что за ним стоит принц Пасхалий. Мой собственный сын про меня слухи распространяет. Зачем? Женоподобный червяк. Я тебе что плохого сделал, сын? Я даже твою жену не убивал. Я ему земли дал, а он еще и слухи про меня распускает. Ничего за неуважение. Так, 93%. Будешь сдаваться? Нет, не будет. Сейчас мы тогда твою армию разнесем. А теперь? А теперь будешь. Все правильно. Прекрасно. Какая у нас угроза? 4%. Маловато. Вести эмбарго? Нет. Все, немного времени прошло. Снова вступаем к чемпионам Олимпа. Конечно же участвуем в поединке, чтобы доказать, что я достоин этого. И побеждаем. Димарх Феофан, ты просто ничтожество. Все. Красота. Далее наша цель Италия. Но этот король Эмилин все еще жив, он уворачивается от наших заговоров просто как бог. Недолго тебе жить осталось. Я вступаю в общество чемпионов Олимпа, конечно. В этот раз он не смог спастись. Теперь убиваем жену нашего сына и объявляем войну Италии. О, какая прекрасная королева Гамбара. Очень жаль, что твое королевство скоро отойдет ко мне. Понтифик Максимус Гекторий решил, что пришло время преподнести урок повиновения верующим в мертвого распятого бога. Все свободные мужи, приверженные эллинской верой, приглашаются принять участие в очищении итальянской скверны Диметра с нами. С нами Диметра? Кто такая Диметра? Я не знаю. Но будем считать, что мы ее любим и уважаем. Так, ребятки в сборе. В принципе нам много не надо людей. Ворято ли кто-то в этот священный поход придет на помощь к Италии. Делаем жертву богам, на этот раз посерьезнее за 130. И получаем то же самое, что и за самую минимальную сумму, конечно. Скорее всего после этой войны у нас уже будет достаточно благочестие для создания мирмедонцев. Мы им конечно же дадим какие-нибудь земли. Можно будет вот, можно будет вот Сицилию им отдать. Никодимс пьяным взбалтнул в таверне о моем заговоре с целью убить человека по имени Илдыс Вакримау. Об этом теперь знают все. И зачем я только посвятил свои планы этого пьяницу? С моей репутацией покончено. Блин, наверное мой сын обидится. Да, мы убили его жену и все об этом знают. Ну, сын конечно немножечко разочарован, но все равно. Относится он к нам великолепно. Вот тебе новая жена, твоя сестра павлина. Благодаря тому, что мы заключаем священный брак, мы можем взять благочестие. То есть мы не можем взять, нам его 100% дают вместе с деньгами или с престижем. Но мы возьмем престиж. Потому что деньги к нам блются рекой, а престиж нам пригодится для создания империи. И мы создаем мирмедонцев. Новорожденное эллинское язычество нашло новых защитников в лице мирмедонцев. Компания священных воинов, которые решили защищать священные алтари старых богов и драться против варваров. Они поклялись верно служить всем правителям эллинского язычества против тех, кто будет на них нападать. Артемий теперь мега стратегас. Вау. Я бы хотел, чтобы меня звали так. Хотя понтифик Максимус конечно покруче. Слава деснице богов. Они поведут нас к победе. Да, отлично. Давайте им сразу же дадим земли в Сицилии. Потому что мне эта Сицилия вообще не нужна. Узурпировать ее я не могу. Но мы просто им тут земли дадим. А, стоп. Мне надо им замок дать сначала. А замков тут нет. Ммм, окей. Мы сделаем вот как. Привет, молодой. Мне тебя надо убить и забрать твой замок. О, Корсико и Сардини присоединились к священному походу. Помогают Италии. Ну, удачи им. Кажется, мне удалось погрузиться в свои дела. И стол для реконструкции единственное, на чем сосредоточено мое внимание. Но утомление уже подступает и становится все труднее держать глаза открытыми. Опомнившись, я заметил, что моя жена Ясар стоит рядом с интересом, смотрит на то, чем я занимаюсь. Гекторий, думаю, тебе не помешает. Свежий взгляд. Могу чем-нибудь помочь? Спасибо, было бы здорово. Думаешь, я сам не справлюсь. Наша жена может, в принципе, нам помочь. Она родила нам великолепных детей, поэтому свою жену я уважаю. И убивать ее не собираюсь. Поэтому пусть поможет мне. Моя жена в основном знает то же, что и я. Мы получили одинаковое образование и военное дело. Наша общая специальность. Я объяснил суть проблемы, и она сразу вникла в нюансы. Итак, первое, на что нужно обратить внимание, это выгодные войсковые позиции. Уверен, заявила она. Все-таки, Сар, прекрасный стратег. Не прошло и часа, а мы уже почти нашли решение. Блестящая идея. Хочешь добавить что-то еще? Или я хочу тебя прямо сейчас? Или женщина? Я даже не знаю. Ну, в принципе, военные баллы мне не нужны. Но и женщина зачем? Ну, то есть, наша жена конкретно. Е-44, она от нас не родит. Если мы с ней приятно проведем время, то это ничего нам не даст. Но почему бы нет? Наша жена прекрасна. Священная поход на землю Италия начинается, и мы готовы принять участие в битве. Хвала небесам. Войн Ореса. Войны Ореса преисполнены неиссякаемой жаждой крови и разрушений. Они сражаются за эллинскую веру. Хвала небесам. Круто. У нашего гектори становится все больше черт и больше. Все, мы избавились от этого барона. И теперь его замок можно отдать священному ордену. Стоп, я не могу. А, потому что я выявил. Окей. Сейчас мы с этим закончим и дадим ему титул. Разносим, ребята, все эти поселения католиков. Только эллинская вера. Наши боги смотрят на нас и улыбаются. О, посмотрите, кто к нам пришел. Армия папства. Неужели? Я думал, их уже не существует. Давайте с ними встретимся. Новости из Китая. Конечно. В отличие от своего предшественника, новый император считает открытость приоритетной политикой для Китая. Ну, наконец-то, открытость вигодна всем, конечно. Это очень хорошо то, что Китай открылся. Потому что я давно хотел с ними пообщаться, подружиться и... Кто знает, может быть занять трон Китая? Нет. Этим я точно заниматься не буду. Давайте отправим ему, конечно же, Евнуха. И отправим лекаря, который страдает пневмонией и в депрессии. Не болен. Ага, нельзя его отправить. Ладно. Что я могу попросить о мирном соглашении? Это мне не надо, я их не боюсь. Объект на их империю сделать я не могу. Вторгнуться к ним я тоже не могу. Ну и ладно. В будущем я бы хотел, не знаю, торговое соглашение с ними сделать. В принципе, мне больше ничего не надо. Лекаря забрать там артефакт какой-нибудь. Это все крутые вещи. Не понял. Мой сын умер. Его убил на дуэли Иерлим. Ты кто такой? И он умер естественной смертью. А, что? Он убил моего сына и в этот же день умер естественной смертью. Это как? Тогда мы эти земли дадим Аристотелю. Забирай себе стримон своего брата. Блин, очень жаль, что нашего сына убили. Еще его убийца умер. Я бы ему отомстил, но... В 35 лет от естественной смерти? Как это возможно вообще? Вот, разнесем их армию сейчас. Борил объявил войну. Понтифическое восточно-христианское восстание. Да-да-да-да-да. Все. 100%. Италия теперь наша. Священный поход увенчался успехом. Понтифик Максимус Гекторий празднует победу, которую Гекторий, десница богов, даровал ему в этом блистательном походе на землю Италия против ее правителя, известного как Корлева Гамбара. Понтифик Максимус Гекторий объявил месяц празднования по этому благочестивому поводу. Язычество несет свой свет и дальше. А почему я не узурпировал королевство Италия? Разве я не должен был? Ммм, видимо, видимо нет. А, наверное, из-за того, что тут еще другие ребята. Окей, Италию мы забрали себе. Где у нас тут восстание? Восточно-христианское. Ага, вот здесь. Ребята, поднимаемся. Вы мне еще нужны. Блин, кораблей не хватает. Сейчас мы много поделим. И, конечно же, я угроза меропорядку. 22% наша угроза. Вообще, хотелось бы еще Торговую Республику где-нибудь основать. Например, вот забрать Корсику и Сардинию. И на них сделать королевство с Торговой Республикой. Было бы круто. Они бы нам деньги приносили. Строили бы торговые посты. Могу узурпировать Милан. Могу узурпировать Тоскану. Тоскану мы точно заберем. И еще Мадена. Окей. У меня сейчас лимит в отчинам превышен. Но сейчас мы закончим с этой войной и справимся. Так, это кто такие? Наши земли грабят. Ну, нифига. Сирокузская битва. О, 30 военных баллов. Все, ребят, накрабли. Сейчас разберемся с восстанием. Дадим земли священному ордену. Еще некоторые земли раздадим. Еще нашу столицу надо прокачивать. Блин, теперь у моей дочери нет мужа. Из-за того, что мой сын умер. А других сыновей у меня нет. Надо бы заделать как-то. Жена у меня уже пожелая. Восстание подавлено. Духовный орден. Забирайте себе вот этот замок. Становитесь моими вассалами. Дэйрин является моим сюзереном. Не понял. А если денег дам? Тоже не хочет? Ясно. Но мне надо Сицилию забрать. Объявляем войну. Эх, скоро против нас, как и против Арста, будет весь мир. Но мы этим вдохновляемся. Кстати, мы можем нашу дочь отправить в Китай. Сделать ее наложницей. Нужно ли это делать? Маргарита. Прекрасная дочь. Ну ладно. Мужа у нее больше нет. Поэтому пусть она живет и процветает в Китае. А мы попросим артефакт. Живопись эпохи династии Чжоу. Престиж, благочестия. Ну ладно, пусть будет. И в итоге у меня осталось две дочери и два сына. Один сын умер. Одна дочь ушла в Китай. Надеюсь, они мне нарожают внуков. Нарожают мне чистокровных сифилисов. Моя жена Юсар в последнее время совсем запустила себя. Некогда изящная и хрупкая женщина постепенно превратилась в неуклюжую, прожорливую толстуху, которую волнует лишь очередной званый пир. Вежливо намекнуя, что пора подумать о своей фигуре. Да. Дорогая, хватит. Подумай о себе. О, Византия против нас выйдет? Серьезно? А много ребят на самом деле против нас? Да и ладно. О, наконец-то задание от общества. Вызвать на дуэль неофита Гроссио. Сейчас только закончим с этими ребятами. Я с облегчением увидел, что мои слова не остались без внимания. Юсар поблагодарила меня за работу и пообещала, что сядет на деду. Мудрый выбор. Катанзарская битва. Можем вызвать на дуэль Леона. Вы потерпите поражение? Что? Кто ты такой? У тебя минус 22. Было минус 7, когда я с тобой дрался. Но это позор, ребята. Реально позор. Конечно, Арста тоже проигрывала в дуэли. Может быть, это меня боги наказывают за то, что я жен своих детей убил. Блин, и все это ради двух провинций, чтобы присоединить к себе священный орден. Круто. Нескончаемый танец. Нечто странное творится в округе Палермо. Началось все с какого-то крестьянина, который плясал на улице, но вскоре десятки других последовали его примеру. Сейчас счет идет за сотни. Мужчины, женщины, дети, музыканты играют день и ночь. Местным жителям не хватает времени даже поспать или поесть. Это длится уже недели, и люди один за другим падают замертво от истощения. Похоже, танец распространяется с пугающей скоростью. Эти танцоры недавно были замечены в соседних селениях. Поистине беспрецедентная ситуация. Да, самое печальное, что этот танец находится вот здесь, в Палермо, и очень скоро, скорее всего, он всю Италию охватит. Сицилия теперь полностью наша. Узурпируем. Все, вассализируем священный орден. Он все равно не хочет. Теперь в каждом прохождении ко мне орден не будет присоединяться. Никогда такого не было, и вот опять. Ну и что нам с этим делать? Может быть, потом мы сделаем королевство Сицилии, а не присоединятся, но пока что нет. Окей, нам нужен новый враг. Может быть, ему дать там одну провинцию, например? Хочешь, Миссину? Все равно не хочет. Хотя до июля я, по идее, его Сюзерин, потому что Сицилия вся моя. Ладно. Я тебя понял, друг, я тебя понял. Священный орден спокойно спать мне не даст. Надо убить короля Романии. И следующим нашим врагом будет Бавария, потому что я хочу создать Италию. Вот, Милан надо забрать. Объявляем войну. Присутствие вас в качестве командира на поле боя было ощутимо во время недавней победы, как союзниками, так и врагами. Вы укрепили боевый дух своих людей, когда это было необходимо больше всего, и вы лично провели заключительную атаку, сломавшую хребет армии противника. В этот день все будут спеть, конечно. И во время генуэзской битвы я нашел боевой нож. Вау. Давайте-ка посмотрим на него. Несмотря на низкое качество, понтифик Максимус Гекторий продемонстрировал этот нож всем, когда вернулся с поля боя. Для одних он служит символом военной добрости, другим же как напоминание, что с этим человеком лучше не связываться. А разве об этом нужно кому-то напоминать? По-моему, это все и так знают. Атака по центру плюс 5, прирост престижа, личные боевые навыки. Хорошо. Кто против нас? Бавария, Лотарингия и Корсика и Сардиния. Корсика и Сардиния все пытаются помочь кому-то, но у них ничего не выходит. Так, давайте пойдем в Милан. Ой, могу получить новый ран в обществе. Конечно, мы берем его. ФИТа вызвать. Ну ладно. Кстати, у меня есть дочь, принцесса Павлина, ее можно сделать щитоносицей. Будет помогать им в сражениях. И теперь я воин. Оно наконец-то будет более-менее равная битва. 9000 армия Баварии, Корсики и Сардиния. Давайте. И Карломан из Баварии сдается. Могу ли я теперь узурпировать Италию? Нет, потому что Италия воюет с кем-то. Ладно, пусть пока Италия воюет. С кем она воюет вообще? Война в поддержку претендента по имени Вагома. Ммм, ладно. Ну окей, воюете, мы тогда пока что нападем на Корсику и Сардинию. Слишком сильно они меня раздражают. Постоянно присоединяются к воинам. Зачем мне это делать, не знаю. Наша угроза уже 25. Но мы заберем все это герцогство, и ее угроза будет огромной. Вот мы заберем эту Корсику и Сардинию, и на ней сделаем торговую республику крутую. Сегодня представитель китайской знати по имени Чжжу Сюан Вэй прибыл ко двору в поисках убеджища. Он утверждает, что убежал из Китая после того, как всю его семью казнили по приказу императора. О, великий понтифик Максимус взмолвил он. Легенды ходят о вашем милосердии. Прошу, позвольте остаться и служить вам верой и правдой. Конечно, оставайтесь сколько пожелаете. Или в моем замке всегда есть место для таких важных гостей. Он останется, но мы отправим письмо к китайскому императору. Хммм, слушайте, кто ты такой, Чжжу Сюан Вэй? В принципе, можно отправить письмо к китайскому императору, потому что какой-то непонятный Чжжу Сюан Вэй приходит к нам, хочет у нас спрятаться, хочет подорвать наши отношения с китайским императором. Нет. Мы, конечно же, отправим тайное письмо. Китайский император наш друг. Прыгем на корабли и погнали на острова отдыхать. Вскоре после отправки письма к китайскому императору, его посол прибыл за группой стражников, чтобы забрать вашего гостя назад в земли Срединого царства. Однако Чжжу Сюан Вэй бесследно исчез. Кто-то предупредил его, император будет недоволен, сказал переводчик после гневной и предложительной тирады, спешно покидающего ваш двор. Прекрасно, выставил себя идиотом. Ну ты мудак, Чжжу Сюан Вэй, милость уменьшилась на 200. Блин, император, ну ты же знаешь, что я твой друг, лучший друг. Я ведь не врал. Старая рана окончательно зажила. Круто. Гекторий становится все прекраснее и прекраснее. Справедливый архитектор Гекторий, мы сдаемся. Приятно это слышать. И мы забрали себе Сардинию, то есть Корсику и Сардинию. Но вообще-то Герцогство только Сардиния, Корсика как бы не входит в нее пока что. Окей, распускаемся. Создаем Герцогство Сардиния. И здесь мы сделаем торговую республику. Возьмем вассало из этого города и просто отдадим ему все это. Всю Сардинию. Забирай. Все, теперь у нас есть великолепная Сардинская торговая республика. Но, конечно же, Генуя, Амальфи и все остальные ребята имеют здесь очень много влияния торгового. Но, скорее всего, мы объявим Генуи Эмбарго и заставим их прекратить здесь торговать, чтобы только наша торговая республика здесь имела влияние. Так, Неофит, не думай, что я про тебя забыл. Вызываем его на дуэль и побеждаем. Стоп, Неофит это глава нашего общества. Ты не достоин быть главой, дружище. Только я достоин. И скоро я это докажу. Так, чтобы ускорить окончание войны этой у Италии за претендента по имени Вагн, этого Вагна надо убить. Как его только найти, где он находится. Вот Вагн Шуте. Думаю, это он. Сделаем заговор. Его надо убить, он не мешает. О, еще кого-то на дуэли можно вызвать. Фламенкисарий. Но я не могу, потому что он... А, потому что я в дуэли недавно участвовал, да-да-да. О, посмотрите, у Арста все дети погибли. Его последний сын умер от тоски. Два года назад. Ему было 62. Арста едкий. Давайте посмотрим на всех его детей. Фрейя Арста дотер умерла от рака. Ее дети уже тоже от старости погибли. Арста даже свою внучку сжег на костре. Бьорк красивая. Умерла от рака тоже. Маргарет Валькирия. От сильного средства умерла в 71. Нифига. Оспина. Я ее помню. Умерла от подагры. 62. Вельвет. Это я тоже все помню. Всех дочерей, которым мы придумали имена с подписчиками, я помню. Тоже от рака умерла. 56. Тина. Пищевое отравление. А кто-нибудь вообще умер? Не знаю. От естественной смерти. О, вот. Пасека. 65. Самый первый сын по имени Арста. Умер от заражения рана. В 17. Эх. Карасик. Ну вы посмотрите на нее. Вот эта женщина. Естественная смерть умерла в 65. Но она мощная, мощная. Лилия. Умерла в 60. Естественная смерть. Далее у нас Арста, которого убили во время боя. В 34. Потом Конунг Арста 2. Он погиб в бою против Конунг Арсты 2. Стоп, что? Он в бою сам себя убил, да? Эээ, ладно. И Арста ядкий. Мы его уже смотрели. 49 живых членов. Офигеть. Его наследник это его внук. Конунг Хеминг Жаба. Жаль, что не Арста. Окей, на этом я думаю мы можем закончить нашу серию. Да, Империю мы не создали, но мы очень много захватили. И в следующей серии Империя обязательно будет готова. Убьем этого Вагна. Узурпируем Италию. Создадим скорее всего Корсику и Сардинию. Сделаем здесь королевство. Я даже узурпировать смогу это все. И у нас будет великолепная фиолетового цвета Империя. И уже очень скоро мы будем воевать с Арстой. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк на эту серию, если она вам понравилась. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу нее. Вступайте в группу ВК. Также вы можете стать спонсором канала, нажав по кнопочке внизу. И поддержать канал по ссылке в описании. Буду всем благодарен. Всем спасибо. Всем пока.